Ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Андреевна Румянцева после майских праздников занялась ремонтом. Началом перемен послужила установка современной вытяжки к газовому котлу. До этого 89-летняя пенсионерка полгода жила без горячей воды и газовой плиты. Хуже, чем в тылу, во время Великой Отечественной жалуются Анастасия Андреевна представителям Общероссийского народного фронта, которые пришли проверить, как у нее дела. Ну как и жилось, я целый день только чай, чай и горело, и все, а это кое-как, как-нибудь, на батарейке, чтобы руки помыть. Вот, это, топилась батарейка, это бутылки. Полгода назад жители 18-го дома по улице Балаковской почувствовали запах газа. Пахло во всех квартирах одного из подъездов. Газовики закрыли вентиль и стали искать причину утечки. Выяснилось, что еще при строительстве дома одну из магистральных газоотводных шахт в подъезде не вывели через крышу на улицу. Труба заканчивалась на техническом этаже подъезда. Газ годами скапливался внутри. Это вопросы безопасности, чтобы люди не задохнулись угарным газом, дымовым газом. Слава богу, не было этих случаев. Хорошо, хоть это сейчас вскрылась, эта ситуация, но в моей практике были случаи отравления семей угарным газом в подобных домах. Это жуткие тяжелые истории. В итоге в доме смонтировали двухканальную вентиляцию. Основная шахта внутри помещения отвечает за общий отвод воздуха. Трубы, идущие по фасаду, за дым от газовых колонок. Все свои обещания мы перед жителями выполнили. На сегодняшний день там у нас остались незначительные дефекты, то есть по ремонту кровли. Но у них также есть это в протоколе. Соответственно, мы делаем им кровлю и также закрываем маленькие дефекты. Во время установки новой вентиляции крышу вскрыли, а потом вовремя не доделали до конца. Она стала протекать, затопила квартиры. Вся наша теперь квартира пострадала. Вот, и еще дальше, значит, у нас еще вот эта комната пострадала. Смотрите, здесь все протекает. Сейчас перекладка крыши на завершающем этапе, а жители уже начали делать в квартирах ремонт. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.